Всем приветствую, это я, Чёрный Чубак, про сегодня буду снимать крепые истории, называется «Добрые соседи». Погнали! Эту историю мне рассказал мой приятель. Как-то пару лет назад они к семьёй купили новый дом. Рядом жили другие люди. Они оказались очень добропорядочной семьёй. Каждую неделю они гостили друг у друга, а соседка и вовсе оказалась мастером домашней выпечки. Почти каждую неделю они устраивали друг у друга вечерний ужин. Глава семейства редко бывал дома. Он был фермером, но стол всегда ломился от овощей и мяса. Они до того сдружились, что иногда их сын даже оставался у соседей с ночёвкой. Так продолжалось почти два года. В один из дней мой приятель перебирал бумаги у себя в кабинете на втором этаже. Что это там? И обратил внимание на открытое окно в соседском доме. В окне он увидел женщину. Но это была не соседка. Она была связана, а рот закрыт кляпом. Это не укладывалось в его голове. Её глаза выдавали полное отчаяние и страх. Какого чёрта там происходит? Приятель незамедлительно позвонил в полицию. Пока он звонил, кто-то закрыл шторы в окне. Зачем шторы закрывать? Зачем? Что мухи летают? Кем они были на самом деле? Соседи, с которыми они прожили бок о бок почти два года. Полиция вывела их из дома. Они были скручены, а их лица были полны ярости и злобы. По словам полиции, то, что там они нашли, шокировало даже самых опытных сыщиков. Эта семья уже на протяжении почти десяти лет похищала людей в штате. Все они пропадали без вести. Не было никакой фермы. Не было никакого хозяйства. Ту девушку, что он увидел в окне, удалось спасти. Это была их единственная жертва, которая смогла выбраться живой из этого страшного дома. Они не трогали нас и делали вид идеальной семьи, прикрываясь дружбой все эти долгие годы. Одновременно лишая жизни других людей в своем темном и сыром подвале. Ну что, ребят, мы это закончили. Подпишитесь на канал. Мой канал. На канал Карнаж Круто. И всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok